Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В начале января познакомился со мной на работе мужчина. Не коллега. Образованный культурный, но не из России. Здесь у него контракт на 3 года. Сейчас и на встрече свидание. Все отлично, кроме одного. Я поднял вопрос, что будет дальше после 3 лет. Он уедет. И здесь началось. Сначала сказал, что сможет достаться, но будет ездить в свою страну, работать как командировки. Потом сказал, что его начальство не одобряет этот вариант, но в дальнейшем одобрит. Возможно. Когда мы познакомились, он сказал, что разведенный и есть сын. Сейчас он мне правду говорит, что официально не разведенный, но не живет с женой уже 2 года. Я запутался, но говорит это правда, я не хочу тебе никак больно делать и плохо. Так что, я не знаю, смогу ли остаться или нет, это не от меня зависит. Меня понесло, он сказал, зачем говорил, что сможет остаться, тем самым обнадеживал в общем много чего ему сказал. Он сказал, что это мой выбор будет, но зачем я просила правду, а теперь тебя обижал. Если бы сразу сказал, я может и не начинал отношения, а ведь он предложил совместно жить. Все отлично его отношения к моему сыну, он очень хорошо относится, ребенок тянется к нему, но вот это правда, неправда, неопределенность. Я такой человек, хочу знать и надеяться на будущее. Сейчас мы не общаемся, мне очень больно от этого, я понимаю, что мало знакомый, но с этим человек меня все устраивает, он говорит, что любит, ему тоже плохо от этого и от того, что мало чего зависит от него. Но там его работа и что, обманывать не хотел никак и делать плохо. Попросил я его самому решить вопрос и дать ответ, если я ему нужна. Вопрос здесь, как быть в этой ситуации. Ну, если говорить прямо, то здесь вопрос тревожности, недоверия себе, страхов и перекладывания ответственности. Потому что, то, что вы говорите, что вы такой человек, что вам важно знать и надеяться на будущее, это говорит о тревожности и недоверии себе. То, что вы, как бы, вспылили, и то, что вы говорите, что, ну, что вот вы мало человека знаете, уже вот все отлично все устраивает, говорить, что он любит, что он любит, ему тоже плохо, ну, как бы, это скорее ваше стремление к защищенности и бегство от чувства собственной, собственной незащищенности. Обратите внимание, вы не говорите ему, вы не говорите о своих чувствах, то есть вы говорите только о том, что чувствует он. Вот. Ну, вы не говорите о том, что чувствуете вы. А вообще, вообще-то это очень важный момент, потому что то, что вы чувствуете в какой-то степени и определяет поведение ваше к нему. Вот. Вы проявляете зависимость от правды и неправды другого человека. То есть вы хотите определенности. И, на мой взгляд, это основная проблема. Я не знаю. Конечно. Не знаю и не могу знать, как вы к этому относитесь. Но, поскольку вы сами спрашиваете о том, как вам в этой ситуации быть, то я говорю вам абсолютно, ну, совершенно серьезно о том, что вам необходимо работать с тем, что вы тревожны. То есть если вы, как бы, хотите отношения с человеком сохранить, вот, кстати говоря, судя потому, что у вас сын, да, я полагаю, что это, так скажем, не первое отношение, которые у вас распадаются, потому что, ну, вот, судя по тому, что вы описываете, да, со своим ребенком, ну, вашего ребенка, у вас тоже, по-видимому, не сложилось. Вот. Это очень важный момент, потому что, как бы, здесь повторяющийся модель, получается, поведение. То есть элемент, ну, я бы, да, я бы сказал, элемент такого, знаете, сценарного поведения. Когда, когда, вот, одно и то же, ну, одна и та же модель поведения, да, повторяется. Вот. В данном случае, на мой взгляд, ситуация именно, именно такая. Следующее, я бы, на чем заострил бы ваше внимание, заключается в том, что, по-видимому, у вас есть некоторые сложности в модели женского поведения. То есть если не складываются, не складываются отношения с мужчинами, если вы спрашиваете, что будет дальше, если вы, ну, грубо говоря, как бы заостряете внимание на этом и говорите, что я бы не начинала, там, отношения, если бы знала, то есть вы бы, ну, вы проигнорировали бы тот факт, что человек вам понравился, да, вот, и так далее. То это, конечно, о чем-то говорит. В первую очередь, это говорит о том, что, вот, ваша модель женского поведения, она, как бы, ну, по-видимому, обладает некой такой деструктивной составляющей. Составляющей, вот, как бы, а что это за деструктивная составляющая? Сейчас сказать сложно, вот, потому что мало информации о вас, вот. Ну, я бы, вот, предположил, что как-то вот вы, ну, подменяете, что ли, на мой взгляд, то, что вам, там, ну, гипотетически. То, что вам хочется, вы подменяете, то, что вам нужно, вы подменяете тем, как бы, тем, что вы хотите, это отношение к другому человеку, вот. Ну, смешиваете все в одно, и получается не очень хорошая история. То есть, вот, в данном случае, ну, вы просто, ну, как бы, значит, человеку, получается, ну, обвинили человека в том, что он вам не сказал правду. Видимо, тот факт, что он вам не сказал правду свидетельствует о том, что в ваших отношениях тебе не хватало доверия. Ну, вот, значит, ну, не было достаточно доверия в ваших отношениях, вот, отсутствие доверия как раз-таки, как правило, скрывает поведение человека в, ну, в отношениях. Вот, то есть, в данном случае, можно вести речь именно об этом, вот. Соответственно, это тоже крайне желательно скорректировать. Это тоже крайне желательно, ну, как-то вот проработать, чтобы вы более спокойно, да, и более, возможно, независимо чувствовали себя в отношениях. Вот, вот, вот вы спрашиваете, да, соответственно, как мне быть в этой ситуации, вы спрашиваете. Как быть, чтобы что? То есть, вы что хотите получить, ну, в итоге. Вот. Вот. Что вы хотите, чего вы хотите в итоге. Вот. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важно опознать, потому что именно от вашей цели, да, именно от ваших целей будете зависеть коррекционные мероприятия. То есть, именно вот коррекция. Ну, непонятно, хотите ли вы решить проблему свою, или хотите, чтобы мы дали совет, что вам делать. Вот. Сформулируйте несколько, несколько почетче свой запрос. Но я сейчас совершенно очевидно, что вы как-то склонны, как будто бы, к тому, чтобы растворяться, растворяться в человеке. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...